Привет, Кат. 24 февраля мы в Эстонии отмечаем особенный день рождения. День рождения нашего государства, которое появилось на свет ровно 105 лет назад. Небольшой такой юбилей в этом году. Вы спросите, почему я это видео выпускаю немножко позже особенной даты. За это стоит сказать спасибо нашим выборам в парламент, до которых у меня вообще не было времени сделать этот видос. Но вот выборы прошли, по ним я сделаю еще отдельное видео. А пока стоит сказать пару слов о главном празднике нашей страны. Потому что это действительно самый главный праздник для любого, кто считает Эстонию своим домом. И отмечается он соответствующий, так как каждый уважающий себя эстонеземелец осознает то, насколько тяжело далась свобода для Эстонии. Между тем, ровно год назад Россия начала полномасштабную войну, вторгшись на территорию Украины. До этого момента 24 февраля была самой светлой датой жизни любого жителя Эстонии. Но год назад она стала черной и обогрелась кровью. Это реально двоякое чувство, когда ты хочешь одновременно хорошо отпраздновать с улыбкой на лице день рождения твоей страны. И в то же время ты понимаешь, что этот день во всем мире стал датой начала кровавой бойни. В этом видео я предлагаю ознакомиться с тем, как в Эстонии отмечают наш главный праздник. И в этом году он был действительно особенным. Начнем с того, что празднование началось очень рано, прямо с восходом солнца. К половине восьмого в центр города съезжаются сотни людей, чтобы присутствовать на церемонии поднятия флага на башне длинный герман. Само по себе поднятие флага не разовая акция. Флаг Эстонии на донжоне замка Томпе каждый день поднимают с восходом солнца под гимн нашей страны и опускают, когда солнце заходит, под национальную эстонскую песню Муису Моанмину Арм. Можно сказать, что с поднятия флага начинается новый день. И логично начинать день независимости именно с этой церемонии. Каждый год на поднятие флага, помимо множества простых людей, приходят и именитые гости, политики, дипломаты, артисты. В этом году вместе с президентом, премьер-министром и спикером Риги Когу, тремя главными фигурами в Эстонии, нашу церемонию посетили глава Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО. Как говорится, вот они, слева направо. Ну и другие лица, присутствующие на празднике, вы тоже, думаю, сможете узнать. Самое главное, о чем я хотел бы сказать, я стоял буквально напротив настолько высокопоставленных гостей. Не было ни толпы вооруженной охраны, которая бы отгоняла простых зевак на 20 метров от них. Кого там было действительно много, так это журналистов, за которых, видимо, приняли имения. Калис-Eesti rahвас, head siinviibjad. Meie Kallis-Eesti riik täistab täna oma 105. sünnipäeva. Oleme jõudnud hea olu riikide riigasse, kuigi meie maal on veel palju ühiskondliku ja piirkondliku ebavõrdsust. Meil tuleb tõsiselt pingutada oma inimeste toimetuleku tagamiseks mitme sama aeg see kriisi ajal. Samas oleks ülekohtune kõigi elavate ja juba lahkunud põlvkondade suhtes, kui keelduksime nägevast, kui meel ühendavaks on muutunud meie Eesti maa. Ei saa tõesti jätta kordamata rahvakirjanik Hando Runneri poeemist Ilus maa selle hümni lisi lõpulidu. Ilus, ilus, ilus on maa, ilus on maa, mida armastan. Jätkugu seda armastus meie kõigile, jätkugu meele kindlus ületada vastuolusid ja raskusid. Möödudes pikast Hermanist aasta teistel päevadel võtsid pilk siitorni lippust ikka armsat lippu. Piisab mõnest murdosa sekundist, et veenduda. Kõik on korras. Me oleme vabad. Jumal on kinkinud meile, aga lisaks nägemisele veel neljimeelt, millega maailma kogeda. Kuidas tajuda lippu värve sinist, musta ja valget kõigi viie meilega. Täna talviselt kargel varahommikusel tunnil mõtlen selle peale, milline õnn on pista augusti pimedal ööl riitsikate laulu kuulates suhumõned mustikad hingata kopsudesse kerget sinimere õhku ja õtsida silmadega mustast öötaevast heledalt hiilgavaid, langevaid, tähes ädemeid. See on minu jaoks kõigi meeltega tajutud sinimust valge. See on minu jaoks kõigi viie meeltega tajutud sinimust valge teket. Need jagub igasse aasta aega, igasse eestima paika ja iga eestima tarmastama inimese südamesse. See ongi vabadus, mida me täna nõndata heistame. Na ceremonii традиционno выступают spiker Rigi Kogu, сейчас им пока что остается Yüri Ratas, и arhiepiskop еванглической лютеранской церкви Эстонии Urmas Wilma, а также произносится манифест независимости, с которого и началось эстонское государство. Изначально он был торжественно зачитан с балкона театра Endlofperno. На цeremonii его зачитала выпускница эстонской музыкальной театральной академии Хеле Paluma. Далее выступает оркестр. Люди поют эстонские патриотические песни, с которыми они более 30 лет назад вернули своей стране независимость. Лично я после торжества пошел в тепло кушать традиционное эстонское блюдо, готовое на любой праздник. Бутерброд с килькой или же на эстонском киллувый лейб. Не забываем, что февраль в Эстонии хоть и довольно мягкий, но стоять час на холоде тоже такое себе удовольствие. К тому же нужно было подождать несколько часов где-то, чтобы дождаться главного торжественного события Дня Независимости. Военного парада на площади Свободы. Для наилучшего вида я выбрал трибуну на горке Харьо, но честно не рекомендую это место. Чтобы видеть все с высока идеально, но лучше возле часов на том поезде, где участники парада и техника разворачиваются прямо перед вами. Военный парад на День Независимости это традиция уходящая к самым первым годам эстонской государственности. Первый такой парад был проведен в 1912 году, еще даже до победы в освободительной войне. С тех пор и вплоть до оккупации Эстонии с Советским Союзом парады проводились каждый год. В советские годы День Независимости отмечался по-тихому среди эстонцев в кругу семьи. Но понятное дело никаких официальных торжеств не было, ведь коммунистам было просто необходимо подавить любые порывы эстонцев к свободе. Лишь с развалом СССР празднование Дня Независимости вновь стало возможным и с тех пор это неотъемливая его часть. Традиционно парад начинается в 12 часов, однако до его начала можно побродить по улицам Старого Горда, где выставлена военная техника, принимающая участие в праздновании. Причем опять же, нет огромной оравы полицейских, охраняющих технику. Даже относительно свободно можно пройти по улице, где она стоит, и, например, пообщаться с военными, пока они начищают ее или пофотографироваться на фоне этих огромных танков, гаубиц, БТРов и артиллерийских установок. Чем я, кстати, занялся? Я пришел за час до начала, ведь так больше вероятность ухватить себе самые лакомые места, так как народу приходит посмотреть на парад очень много. Конечно, его транслируют и по телевизору, вы можете в этом убедиться наличием операторов, следующих за участниками парада, но вживую это смотреть всегда интереснее. Хоть и холодно, ведь где, как не оффлайн, можно наблюдать за тем, как стая птиц пытается атаковать съемочный дрон. На время парада весь центр города перекрывают, а общественный транспорт пускают в обход. Церемония начинается с обхода командующим силами обороны Эстонии генералом Мартином Херемом, который и командует парадом. Честь отдают все, кроме представителей союзной группы НАТО, которые, хоть и напрямую генералу не подчиняются, но поприветствовать и поблагодарить их за содействие в обороне все-таки нужно. Далее то же самое делает президент, прибывший на парад после церемонии на мемориале памяти жертв коммунизма, принимая парад и поздравляя солдат с Днем Независимости. Найскodukaitse Лиитlaste Сisekaitse Ападемия и Вангла Амети люксюзер. Ривис 881 осавеят, 2 оркестри, 4-технистис koera и 28 лейкут лейкут лейкут. Неда холгас 2 хауби оркест, которые украинаме мескори. Каи пица juhат пица 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 Лишь после этого, а также речи генерала, боевые части двигаются по одному, освобождая площадь. В параде участвуют все оборонные структуры Эстонии, начиная с знаменитым куперьяновским батальоном с характерной эмблемой и американским контингентом войск НАТО, заканчивая полицией и Академией госбезопасности. Далее парад принимает на себя военная техника и тут любителю есть на что посмотреть. Ведь помимо нашей эстонской военной техники в параде принимает участие вооруженные силы Альянса. И тут вам и гигантский британский Челленджер 2, размеры которого можно оценить по сравнению с трибуной, и датский Леопард 2, на данный момент самый передовой танк на вооружении армии НАТО. Причем обе модели скоро будут переданы вооруженным силам Украины, так что оркам скоро не поздоровится. Гаубицы К-9 Тандер, которых Эстония закупила в количестве 39 штук, ну и конечно же легендарный Хаймерс, который в войне против России стал той самой Point of No Return, ведь его точность оставляет лишь пепел от складов с российскими боеприпасами. Кстати, а я уже говорил, что в параде участвовали и вооруженные силы Украины, которые находятся в Эстонии в рамках программы по обучению. Ну и завершает парад пролет американского стратегического бомбардировщика Б-52, который был специально спроектирован, чтобы доставлять термоядерные бомбы до любой точки СССР. После завершения парада образцы военной техники можно посмотреть абсолютно свободно, что особенно интересно для детей, но и народу при этом наваливая соответствующее. После моей такой воодушевляющей речи о военном параде, некоторые люди, которые меня давно смотрят, могут закономерно спросить, мол, ты же кричал и возмущался ежегодному параду на Красной площади в Москве 9 мая. Но такому военному параду чуть ли не салютуешь. Тут все дело восприятия. Ведь военный парад в Москве всегда ассоциировался у меня с военной милитаристкой истерией. Мол, вау, смотрите, какой у нас огромный тополь М, мы можем по условной Великобритании жахнуть, че, не уважаете Россию? Деды воевали, можем и повторить. Победобеси и прочая хрень, прославляющая войну как таковую, исходящую из российских ящиков, омерзительно любому здравомыслящему человеку. И когда ты всю жизнь, находясь в Эстонии, слышишь, что соседняя страна с таким вооружением хочет тебя завоевать, немного спокойнее осознавать, что нам есть чем ответить. И когда ты видишь всю эту военную технику и тот контекст, в котором она представлена, у тебя возникает лишь понимание, что ты под надежной защитой. Ты веришь, что эта техника не будет использована, чтобы колонизировать соседние страны, чтобы что-то повторить. Она будет использована лишь в том случае, если постараются колонизировать тебя. Мне противен парад на Красной площади, и я горжусь парадом на Площади Свободы. Если для вас мои слова это что-то вроде мема, вы не понимаете, это другое, то я вам рекомендую налепить букву Z на свою машину. Добро должно быть с кулаками, и желательно технологически превосходящими кулаки зла. После парада большинство жителей Эстонии отправляются по домам, ведь вторая половина дня проходит с накрытым столом и речью президента по телевизору прямо из торжественного президентского приема в Театре Эстонии. Но, к сожалению, 24 февраля более не связан только с Днем Независимости Эстонии, и также является днем начала полномасштабной войны в самом центре Европы. В тот день, ровно год назад, реально было ощущение и ожидание, что произойдет что-то ужасное. Я был тогда как на ножах и в ту ночь не спал, активно мониторя твиттеры, следя за происходящим. Путин объявил о начале так называемой СВО, и этот твит я написал немногим позже. По всей Украине начались взрывы и обстрелы. После церемонии поднятия флага уже невозможно было обсуждать что-то другое. Все, с кем я встречался в тот день, находились в полнейшем шоке. Никто вообще не мог поверить, что началась война. Война, которая на самом деле длится вот уже 9 лет, но лишь год назад она вступила в активную фазу. И каждый день мы теперь читаем о погибших мирных жителях городов Украины и солдатах ВСУ, которые героически сражаются против российского агрессора. «Сея на тэхетк миле къиги, кури пьякс langem Украина, siis въиб сама saatus taасkord odata mitmeid Euroopa, riike ning rahvaid. Украина въитлеб мит ainult ома riigi, rahvuse ja kultuuri küsimise, vaid meie kõigi eksistentsies. Täna kinnitame ühiselt Eesti ja meie liitlaste toetus Ukrainale kestat seni, kuni Ukraina on selle sõja võitnud». В память об этом украинцы по всему миру организовали акции, чтобы напомнить всем о 365 днях храбрости и героизма украинского народа. В Таллине такая акция состоялась на следующий день, 25 февраля, так как в День независимости почти все время площадь свободы была занята. И на мероприятие почти на 2 часа просто не было времени. Шествие началось во дворе украинского культурного центра и двигалось к площади свободы. Символом шествия стала защитная сетка в цветах украино-эстонского флага. Сплетенная украинскими и эстонскими девушками. Защитная сетка является напоминанием о том, что Украина объединила страны для защиты цивилизации будущего от темных империалистических сил российского неофашизма. В первую очередь украинцы на этом шествии хотели выразить благодарность Эстонии за то, что наша страна смогла принять столько жертв российской агрессии, а также за непосредственную помощь Украине в борьбе с россиянами на фронте. Ведь за последний год Эстония пожертвовала Украине 44,5% своего военного бюджета, что является вообще-то мировым рекордом, внеся тем самым значительный вклад в будущую победу Украины над Россией. Так сказать, нехуй нашей стране день рождения портить. Россия держала террорист! Россия держала террорист! Россия держала террорист! 105 лет назад Эстония отвоевала свою независимость у советской России. Сегодня Украина воюет за свою независимость против России путинской. И такая параллель объединяет эстонцев и украинцев. Ведь продолжающаяся борьба украинского народа за свою свободу заставляет задуматься о ценности свободы как таковой. Свобода никогда не дается просто так. Как показывает история, за нее всегда нужно бороться. Эстония эстония лидер с доданной воинской помощи гуманитарной на душу населения. Эстония лидер очень тепло принимает наших вимушенных переселенцев. Это больше, чем друг и партнер. Это наши друзья, брати, сестры. Спасибо за просмотр! Я дам совершенно дяю населено дякуем, 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 дякуем. Ай, новости! Ай, новости! Я дам завжди tomar еще несколько стран, которые не настолько помогают, как маленькая Эстония. И сейчас я хочу сказать, что Эстония является взглядом этой помощи. Маленькая страна с очень сильным характером, сильным духом и великим сердцем. Сегодня было упалено много решений на поддержку Украины. Но что нам нужно? Первое, нам нужно больше оружия, танки, авиация, амуниция. Второе, нам нужны сильные санкции. Занадто поздно они приходят, когда мы втрачаем щодня людей, лучших наших людей, от рук российского загарбата. Нам нужен трибунал над Россией. Международный специальный трибунал для притягивания до ответственности российского лидера, все российское политическое військовое керівництво. И все причетны до геноциду, до злочинных противлюденности, до военных злочин, и до акций терроризма против нашей страны. Я тут, как представитель Америки, я вижу еще другие представители, не только Эстонии. Я вижу прапор «Вильный Беларусь». И хочу сказать «Живи Беларусь!» «Живи Беларусь!» «Слава Украине!» «Живая слава!» «Элага Уэсти!» «Элага Уэсти!» «Элага Уэсти!» «Я требуем с вами до конца, чтобы это означает «ДОПЕРМОГА Украинский».» Я видел породианку, где полные мая наружные мая, и люди используют и эхитованные кортеры и мая. И они не имеют еще раз, но люди уже начинают украиновать. И не нужно думать, что кому-то в Эстонии станет хуже от обилия украинской символики в эстонский день независимости. Конечно, такие люди есть, но они являются маргинальным меньшинством. И под личиной патриотизма за Эстонию они прячут свои комплексы и пропутинские замашки. Настоящие эстоноземельцы поддерживают Украину, потому что понимают ее. А если нет, то они не понимают даже Эстонию и самих эстонцев. И я не о языке говорю. Нет проблемы с тем, что незадолго до акции на Площадь Свободы на всеобщее обозрение был поставлен российский танк Т-72, подбитый на подступах к Киеву 31 марта. После того, как был демонтирован танк Т-34 в Нарве, около посольства Эстонии в Москве появился плакат, на котором говорилось, что старый танк они там заменят на более новую модель. Не соврали, новый российский танк все-таки добрался тотально. Правда, в виде металлолома. Этот танк это наглядная демонстрация, что та помощь, которую Эстония жертвует Украине, не уходит в пустоту, а дает реальные шансы украинцам на победу. И чем больше будет помощи, тем больше будет таких танков, которые больше никого не убьют и ничто не захватят. Это также показывает, что так называемая вторая армия мира не непобедима, и ее можно одолеть, если на то есть сильная воля. Но это понимают далеко не все, и некоторые даже несли к танку цветы, чтобы тем самым почтить память российских оккупантов. Я этого не выдержал, и один такой букет я прилюдно выбросил в ближайшую урну. После чего моего комментария попросили журналисты с постами с Идельфи. Неплохо так хайпанул, если честно. Вечно у меня с танками какие-то истории включаются. Но вернемся на день раньше. Помимо самих украинцев, за победу Украины выступают и некоторые граждане России, которые возле посольства террористического государства организовали митинг с целью это продемонстрировать. За этот год с антивоенными россиянами у меня, признат, честно, сложились довольно сложные отношения. Вплоть до того, что бело-синий-белый флаг мне абсолютно не импонирует. Потому что после всего того имперского шовинизма, льющегося от людей, которые ставят вот этот вот символ себе на аватарки, это ну просто невозможно уже. Особенно в этом плане меня бесит российские либертарианцы, которым даже победа Украины не нужна. И репарации они тоже платить не хотят, ведь по их мнению, россияне это главные жертвы Путина, а не украинцы. В сторону Эстонии и стран Балтии от таких людей исходит риторика, свойственная скорее махровым ватникам, но никак не прогрессивным либералам. Прибалты русофобы, ненавидят россиян, не дают им визы, кэнцелят их несчастный дождь, отмывают бабло Путина, причем, судя по их заявлениям, это делал лично бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильис. В общем, эстонцы злые и обижают бедных несчастных хороших русских. Я за это время успел посраться со многими либеральными россиянами, которые меня читали в твиттере и даже попал в банк главному российскому либералу Максиму Кацу. Блин, что тут, что там, то и дело, проглядывают какие-то имперские замашки. Причем, если раньше ватных россиян можно было распознать, спротив их чей Крым, то теперь можно спокойно спрашивать у них чьи печоры. Поверьте, результат даже более интересный. Но есть одно но. И это все происходит в интернете. Который, конечно, формирует у многих определенную картину, но нужно смотреть немножко шире. А в офлайне на митинг приходят россияне, которые понимают, что без победы Украины не будет мира, которого все так желают. Эти россияне выступают за ликвидацию путинского режима и освобождение политических заключенных, возвращение Украине всех оккупированных территорий, включая Крыма. Они не твердят, что Эстония их ущемляет, а наоборот благодарят нашу страну за то, что она стала для них вторым домом и позволяет им организовываться в подобные митинги, давая все блага свободной демократии. Этот сегодняшний прекрасный день, день независимости Эстонии, к сожалению, омрачен ужасной датой 24 февраля, ровно год назад. Наверное, никто из нас не ожидал, что наша страна нападет на Украину и будет чинить такие зверства в течение целого года. И в первую очередь мне, наверное, хотелось бы попросить прощения у всех украинцев и выразить им глубокие соболезнования с тем, что Россия, власть в России наделали. И первое мое закликание, это, конечно же, президентом, премьер-министром, министром и депутатом стран Европы. Пожалуйста, в отношениях с Россией живите по принципу. Не верь, не бойся, не проси. Не верьте никогда Путину, все равно обманет. Не бойтесь его, он сам вас боится. И никогда не протягивайте ему руку дружбы, потому что в ответ он может только выхватить кувалду и ударить вас по голове. Второе закликание тем гражданам России, негражданам, которые живут в Эстонии, живут и по-прежнему ждут, что Путин придет их и освободит. Не дождетесь. И нам с вами не по пути. Ваш путь – чемодан-вокзал и мост через Нарву в Ивангород. Наш путь – вперед к победе Украины и с Европой. В этот кошмарный и очень трагичный день, который навсегда будет вписан в историю нашего народа, я бы хотела все равно найти какие-то поводы для радости. И этот повод есть. Это повод, что Путину не удалось за целый год постоянных бомбежек, атак украинской территории сломить дух украинского народа. Я хотела бы, чтобы вы сейчас похлопали тем ужасным людям, которые уже год сопротивляются этой безумной, чудовищной агрессии. Мы будем очень долго видеть все эти ужасы, оставленные русским миром. Раньше я думала о России, как про калятки, адмиралтейство и могучую кучку. Теперь моя первая ассоциация – это разрушенный дом. Когда в Днепр прилетела ракета прямо в жилой дом, и я в разломе увидела интерьер кухни. Эта кухня абсолютно такая же, как у меня была в Нижнем Новгороде, кухня, которую я оставила. Пункт первый. Мы требуем немедленно прекратить боевые действия на территории суверенной Украины и вывести все войска с оккупированных территорий, включая Крым. Принимается? Да! Мы выражаем солидарность с украинским народом и поддерживаем защитников Украины. Да? Да! Мы считаем недопустимым целенаправленное уничтожение украинской инфраструктуры и призываем защитить украинскую энергетическую безопасность. Да! Да! Мы считаем российский политический режим террористическим и выступаем за учреждение трибунала над Владимиром Бутиным и всеми причастными к военным преступлениям. Да! Мы призываем европейские власти увеличить военную помощь Украине. Четко соблюдать уже установленные санкции. Принять санкции в отношении списка 6 тысяч команды ФБК. Конфисковать имущество людей, находящихся под санкциями для распределения этих средств на восстановление Украины. Да! Мы убеждены, что Россия должна выплачивать репарации для восстановления уничтоженной и поврежденной украинской инфраструктуры. Да! У меня до конца, скорее всего, не будет стопроцентной солидарности с российским антивоенным движением. Ведь если многие из них хотят прекрасную Россию будущего, то ни я, ни украинцы, ни многие эстонцы уже никакую Россию не хотят видеть под своим боком. С моей точки зрения, Путин — это лишь отражение той адской российской действительности, абсолютно запущенной и пещерной, которой не видно в пределах МКАДа. И если россияне хотят сохранить свою страну хоть в каких-нибудь границах, нужно работать с этой действительностью. Пока в России не проработают все эти имперские заскоки, я считаю, ничего не изменится, и на проблему России нужно смотреть глобально, а не останавливаться, обвиняя во всем эту жалкую плешивую крысу. С наступлением сумерек заканчиваются все основные мероприятия. Остается лишь последнее, которое считается у нас, пожалуй, самым противоречивым, и которое многими попросту бойкотируется. Речь о факельном шествии, которое вот уже 8 лет проводит консервативная народная партия Эстонии вместе со своим молодежьим объединением — «Синее пробуждение». Прежде чем говорить об этом факельном шествии, сперва давайте обсудим феномен сам по себе, потому что на самом деле в нем нет ничего такого, за что его принято критиковать. Начнем с того, что еще до Экры, в не таком далеком 2011 году, факельные шествия проводили студенты Нарвского колледжа в Татьяне День, и ничего националистического в этом не было. Если оглядываться на историю, то, конечно, многие вспомнят немецких нацистов, забывая, что это был единственный эпизод в день назначения Гитлера, на пост рейхс-канцлера Германии в 1933-м. Я таким могу напомнить советское факельное шествие или факельное шествие американских скаутов. Это действие зародилось еще во времена древних греков, и на протяжении всей нашей истории шло с человечеством рука об руку. Факельное шествие символизирует собой единение и сплоченность. Ты чувствуешь, что все вокруг свои, и вы несете огонь, освещая перед собой путь и идя с ним в светлое будущее. Это то чувство в причастности к обществу, которое тебя окружает идеально ложиться на празднование Дня Независимости твоей страны. Ну и, наконец, это банальный эффект. Да, тысячи людей идут с яркими факелами, а потом, словно светящийся поток, заполняют собой всю площадь. Честно, я бы участвовал в каждом таком шествии, если бы не одно «но». Организаторы. Экре — это не та партия с ивентами, которой хочешь себя ассоциировать. Ее члены — это крайне дремучие люди, которые то и дело появляются в каких-нибудь скандалах. Из последнего, раскопанные изданием «Политико», попытки Евгения Пригожина через Экре влиять на выборы в Риге Кок 19-го года. Да, тот самый Пригожин, глава ЧВК Вагнера, искал пути сотрудничества с лидерами Экре. Ведь у них во многом похожая риторика, как в отношении лидеров Эстонии, так и в отношении Евросоюза и западных ценностей в принципе. Люди с похожими взглядами часто и приходят на факельные шествия. Например, такие ребята в масках, которые совсем не вызывают доверия. Из-за чего многие стараются игнорировать данное мероприятие. Несмотря на это, консерваторам всегда удается собрать немало участников, чтобы вся улица смогла осветиться сотнями, если не тысячами факелов. В то же время в шествии участвуют люди со всей Эстонии и любого возраста. И это, наверное, для меня то единственное, которое не позволяет считать факельные шествия чисто национал-консервативным мероприятием. Ведь многие приходят как раз ради этого чувства сплоченности, а не ради речи Марта Хельме. Вообще шествия — это еще и концерт, на котором исполняются национальные и патриотические песни, опять же идеально ложащиеся на тематику празднования Дня Независимости. Ну и поскольку это акция Экре, естественно, она не остается незамеченной левыми ребятами. Влияние леволибералов тут оказалось настолько велико, что под их дудку стали плясать местные консервативные панки. Ореол Экре очень мешает нормально воспринимать это шествие. Факельное шествие — это хорошая, а главное красивая традиция, которую портят сами организаторы своей агитацией и брендом как таковым. Перед выборами это особо хорошо было заметно, со всеми этими палатками и речами с лозунгом «Защитим Эстонию». Приму участие в шествии тогда, когда оно не будет ассоциироваться напрямую с Хельме и его компанией. Ну, вот так примерно и проходит в Эстонии современный День независимости. В принципе, все остается примерно таким же, за исключением нескольких весьма грустных нюансов. Это самый главный праздник для любого эстонца. Ведь тогда, более ста лет назад, этот небольшой, но волевой народ смог доказать, что достоин жить в своей собственной стране. Каждый уважающий себя житель Эстонии любит свою страну и ценит те блага, которые дает рыночная экономика, свобода слова и демократия. Конечно, теперь этот день будет всегда идти рука об руку с войной. И волей судьбы этим днем эстонцы связаны с украинцами, для которых 24 февраля – это день большого горя. Это не изменить, это сложившийся факт. Нам остается только помнить, что за свободу всегда приходится платить высокую цену и помогать тем, кто за нее борется в данный момент, чтобы уже они могли отпраздновать свой день независимости. Спасибо за просмотр! Оценивайте видео, подписывайтесь на все мои социальные сети, ссылки на которые вы, как всегда, найдете в описании. Не болейте, путешествуйте. Скоро уже начинается сезон моих поездок, так что не пропускайте новые видео. Всех люблю, всех еще раз с Днем Независимости, с нашей победой на выборах. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok